Подписчики часто спрашивают показать им церковь, в которую я хожу, Екатерина иногда тоже ходит, потому что спрашивали в какую церковь Мы ходим, но люди наверное спрашивают, которые с церковью мы знакомы, вообще в православную церковь могут ходить люди нескольких религий, Екатерина она получается роман-катольчанка, и она может ходить все официально, я даже разговаривал со священником, и он это подтвердил. Он сказал, что только какие-то он назвал, в том числе евреи, они не могут ходить в православную церковь Ну, значит, что касается самих церквей, тоже много вопросов было, здесь с православными церквями очень туго В общем, очень туго и получается вот эта вот огромная Seattle area, то есть область Seattle, где вообще живет немеренно, немеренно, немеренно русских, украинцев, белорусов, ну и прочих национальностей православной веры здесь русских церквей одна, Православная, одна была русская, которая сейчас американская И две церкви православных сербские, ну, в одну из них ходят только русские, у нас на этом сербе Получается всего лишь четыре церкви во всей этой области, самая популярная, конечно, которая вот находится в центре Seattle, туда ходят большинство, в общем-то, русских И я там был несколько раз, конечно, мне эта церковь вообще не нравится, то есть я не говорю, что она плохая, но просто не в обиду сказано, контингентом просто пипец, я не знаю, откуда уберутся эти люди, но они реально себя ведут, я не знаю, ну, как будто бы они до сих пор, я не знаю, где живут даже, не то что, в общем, не хочу даже об этом говорить, но это я, я не вру просто там Такие были прецеденты смешные, ну, и сама церковь, как сказать, тоже, а это лично мое мнение, она слишком, как это сказать, монетизирована, то есть там прямо чувствуется везде вымогательство денег, вот, то есть в американскую, в которую я сейчас хожу, ну, я в нее всегда хожу, то есть И продолжаю ходить, и ходил, она православная, там священники, как и русские, и она была русской, основана русскими, но постепенно она как бы стала просто американской, то есть она православная, но туда ходят, то есть если вы пойдете в русскую, про которую я вам рассказывал, там, как сказать, 95-98 только русскоязычное население, если вы пойдете в эту, здесь наоборот, здесь где-то, ну, по максимуму будет 50 на 50, но в основном где-то 70 процентов, там, американцев и русских где-то, может, 30 ну, и то, когда, как, в какие-то дни я приходил, там вообще были только одни американцы, иногда пополовину, то есть день на день не приходится, аж тоже не каждый раз хожу ну, стараемся часто ходить, и вообще, для чего я вам это все рассказываю то есть едем, как обычно, в церковь то есть, ну, сами знаете, когда служба, то есть субботу вечером и воскресенье утром и, то есть выехали, как обычно, за полчаса, и вот, пожалуйста, застряли в пробке, и мы едем уже час мы уже, походу, не успели вообще и, ну, Катерина уже говорит, типа, давай разворачиваемся, поедем обратно ну, я говорю, поедем уже, приедем, а там уже посмотрим, потому что наверняка мы не успеем ну, а что мы будем разворачиваться, если мы сейчас уже проехли просто, ну, даже если все закончилось, может быть, вам покажу тогда саму церковь потому что, как бы, вопросов много было по этой тематике вообще на канале но, ну, я, как бы, не собираюсь в блоге там и сверху записывать или что-то, потому что это как-то, я думаю, неправильно то есть, вы только тут выход через мир, а потом там еще фиг знает, сколько ехать в общем, вот такая вот фигня, пока отключусь, в общем, основную ситуацию я вам описал ну, то же самое, что здесь рассказывать, это многих людей не интересует пишите конкретные вопросы в комментах, вот, и тогда, может быть, отдельно сделаем видео о ситуации здесь с нашей религией в общем, друзья, как я и предполагал, мы опоздали, потому что мы в пробке простояли еще полчаса а, блин, ветер и, короче, ну, Сиэтл это вообще полная, как бы, херня здесь трафик, нигде не запаркуешься то есть, видите, не парковаться, не парковаться короче, везде ремонт, везде какой-то бардак, везде бомжи то есть, я вам это много раз рассказывал в общем, вот она церковь, но она уже закрыта, скорее всего, то есть, здесь уже все потому что, ну, сами понимаете, какое время это сейчас в общем, вот совсем вкратце, смотрите, как тут все выглядит вот, на них, что тут много записывают, потому что, такие вот дела ну, как я говорю, мы опоздали, но мы-то можем зайти и тут посмотреть, вот здесь все вот такое, у нас все есть, вот это вот, ну, это, естественно, постоянно меняется, сами понимаете вот, ну, тут точно так же, как обычно, тут свечи продают и все дела в общем, получился какой прикол мы, конечно, опоздали, но, прикиньте, мы зашли там, ну, вот это я записывал видео потом собрались уходить, раз вышел сам этот священник, короче, мы с ним разговаривали полчаса то есть, офигенный вообще это самый мужик то есть, ну, все там он то есть, обо всем вообще говорили он оказывается тоже живет в том же городе, где и я и он приехал сюда вообще работать инженером сколько это там лет назад а потом из инженера переквалифицировался в священника но он очень хорошо разбирается, конечно чувствуется, что он профессионал своего дела вот, вот как называется церковь то есть, если кто хочет, то есть, приходите здесь все как бы дружелюбно единственное, что я вам говорю, я просто вообще в шоке как здесь мало посетителей то есть, здесь вот реально, здесь церковь, но она постоянно, в общем, пустует ну, и, в общем, церковь вы видели, я вам ее показал и кроме этого, здесь есть вот бесплатное питание и вот вообще расписание, какие службы проходят вот, ну, все на английском здесь в основном как бы на русском здесь я никогда не слышал чтоб разговаривали если вы в другую пойдете, церковь там в основном у них, конечно, только русский язык используется вот, то есть, и здесь, ну, сейчас, наверное, закрыто но так, когда там открыто, там заходишь, там книжный магазин, туалет и кухня то есть, кухня, где кормят то есть, здесь часто кормят вот, мы ходили здесь как-то один раз только ходили вот, на обед но это не тот обед вот это обед в вечером для просто для всех они там бездомных кормят а здесь у них есть другие обеды, которые днем после воскресной службы которая вот утром после них есть обеды а, да, и он нам сказал ну, мы ему объяснили, что вот это простояли в пробке полтора часа он нам сказал, что есть, оказывается, еще одна церковь рядом с нами ну, как рядом с нами полчаса ехать в соседнем городе мы про нее, кстати, не знали и почему-то ее, ну, искали и в гугле нету ну, короче, как бы узнаем съездим тоже туда посмотрим а так вообще здесь как бы полностью никаких проблем вот смотрите, как она выглядит то есть то, что я вам говорю она хоть и православная но сами видите даже все названия на этом самом на английском в общем, вот такие вот дела, друзья то есть, как я вам говорю религиозная это не моя тематика влогов но так как слишком много людей спрашивают решил для вас хотя бы одно видео сделать ставьте лайки, подписывайтесь всем огроменское спасибо за просмотр пока и удачи а, ну и сам этот священник, да он сам, кстати, русский вот, он сказал, что он приехал из России ну, давно уже то есть, он уже жил в Калифорнии до этого где он работал инженером потом он уже там был священником потом приехал сюда и тут он только пять лет назад переехал вот в базу а до этого он где-то тут сет лишь в общем, решил вам просто показать чуть-чуть обстановка как вообще выглядит Сиэтл это самый, получается, центр вон, смотрите Space Needle то есть спрашивали про Space Needle вот она как раз тут и находится но я вам говорю все, что вы видите на фотках в интернете это все рассказы про Сиэтл вот сейчас мы будем с Катериной идти обратно я вам покажу, как вообще реальный Сиэтл здесь выглядит но и так видно вон, камни какие-то валяются вон там дорога разбита мусор везде бычки посмотрите контингент какой вот это стоит везде парковаться вообще нигде нельзя то есть я тут вам говорю, что парковок просто нет забудьте, что они тут вообще существуют везде, где можно запарковаться только за космические деньги за бесплатно вообще здесь нигде не запаркуешься в центре если вы хотите парковку надо в какие-то спальные районы идти мы идем просто я не знаю может я надо пойти в Старбаксе это будет вот в следующий стол Старбаксе Катерина знает какое-то место где ее можно отлить потому что здесь вот здесь Амазон находится это их офисы и вот это офисы Амазона в общем вот это вот все вот эти вот все здоровенные здания это все амазон тут в общем решили мы здесь просто перекусить буквально чуть-чуть там я за 7 до что-то мы заказали даже не знаю катерина что-то выбирала вот место в принципе неплохой по крайней мне нравится ну нельзя сказать что на супер-пупер ну сами видите то есть как прикольно все сделано классная обстановка стандартная по сути дела схема то есть вот он вот заказываешь тебе дают ну точно заказали какую-то простейшую любую напиток делом там дают номерок вот и здесь потом идешь набираешь вот можно выбирать здесь гречная вода с мятой лимонад клубничный ну то есть это лайм мэйд огурец мята и лайм это клубничный лимонад здесь ананас имбирь и что-то еще то есть но я выбрал вот эту органический зеленый чай с гранатом и здесь еще есть не сладкий черный чай то есть здесь вы берете столовые приборы соусы то есть кетчуп и вот это острый соус типа джеки перец соль в таких мельницах у там они готовят ну и все здесь можно сидеть то есть можно на таких столиках ну ну там на таких мягких стульчиках сели и там ну мы вообще сюда почему пошли потому что мы хотели в туалет нигде туалетов нету хотя я только сейчас вспомнил что где-то же по пути мы видели этот хони багер в общем сидим пока ждем еду уже принесли нам еду вот как-то дешево не знаю что мы 8 долларов всего заплатили вот из-за потата вот свит петель а называется sweet potato я попробую сначала без соуса это изготовлено на гриле очень вкусно очень прикольная фигня а мне принесли вот такую то есть это что-то типа шаурмы там внутри какие-то сосисочки вегетарианские или нет сейчас посмотрим взаимой фром рел чекен райт в общем они называются куриные сосиски но они вообще не с курицы сделаны но я не знаю я попробовал кусочек очень вкусно но супер острова в общем по-моему нормальная еда сейчас попробую еще напиток напиток очень вкусный тоже но я не знаю честно говоря еда неплохая но мне кажется как-то это дешево что для центра сиэтла 8 долларов за все это честно городки никогда дешевых раньше заведений не встречал а и 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